Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь мы приведем прекрасные слова одного ученого, предостерегающего такого позднего сожаления. Слово, призывающее к самопознанию, говорит он, равносильно зовом, которым дитя, бегающее по светистому лугу и гоняющееся за мотыльком, призывают домой. Нет, рано еще домой, отвечает дитя на призывный голос, и убегает все далее по роскошным коврам весны. Но вот весьму сменяет лето, за летом следует осень-зима. Проходит год-другой, минули десятилетия, и дитя в приятном самозабвении, переходя от одних за воду к другим, достигает уже зрелого возраста. Воротите вы домой, но нет, прекрасен свет со всеми его обаяниями, надеждами и удовольствиями. Куда не посмотри, везде, вблизи и вдали, как будто волшебно рисуются картины блаженства и манят к наслаждению. Не уходит человек с площади, пока стоит прекрасная погода, пока ясно светит солнце, и до ночного мрака еще далеко. Но вот земной светильник меркнет, тьма скрывает из глаз все формы вещей, доставлявших ему удовольствие. Сырость вечернего воздуха начинает проникать его тело, и он спешит под кровь своей хижины. Увы, уже поздно. В ней нет ни света, ни теплоты, в ней мрак ужаснее того, от которого он ушел, и холод в ней, холод могильный. Почему было, думает он, не возвратиться ни сюда ранее, чтобы осветить и обогреть свою хижину? Теперь я не страшился бы мрачной и холодной ночи и уснул бы спокойно, с надеждой, что завтра встану здоров и весел. Такова пора смерти. Если в продолжении жизни мы, по невнимательности ко внутренней своей природе, не прояснили для себя тех благотворных ее начал, которые не знают смерти и не подлежат ее законам, то это обращение наше бесконечно ужаснее, нежели шествие преступника на смертную казнь. В заключении мы должны сказать несколько слов по поводу тех возражений, которые могут быть против задачи и характера нашего труда, где говорится о гипнотизме, сомнамбулизме, ясновидении, телепатии, вещих снах, явлений умерших и тому подобных предметах, доказывающих бытие и духовность души, над которыми, однако же, есть много охотников глумития, как над вещами невозможными. Нас могут без сомнения некоторые упрекать, что наша книга посвящена таким вопросам, которыми не следует де заниматься русским богословом, как такими, которые де отличаются характером суеверия и мистицизма. Враждебное отношение просвещенных противников к некоторым новым фактам, доказывающим бытие духовного мира, хорошо известно. Стоит припомнить историю развития человеческой мысли, чтобы убедиться, что все великие и важные истины должны были пройти через горнилы испытаний, которым их подвергали приверженцы ходячего мировоззрения, не способные отрешиться от рутинного отношения к окружающему миру, и ориентироваться среди новых явлений, не укладывающихся в заранее составленное, по однажды зазубренной учебникам рамки. Всякая непопулярная истина обыкновенно сначала едва удостаивается внимания, затем, когда среди прогрессивно умножающихся поборников ее уже начинают встречаться и выдающиеся представители культурного человечества, и права ее в общественном мнении таким образом значительно расширяются, противники ее переходят тогда из состояния пассивного, презрительного или снисходительного игнорирования. В активные, выражающиеся или в озлобленных нападках, или в беззастенчивых глумлениях, или же в априорных отрицаниях. Потом, благодаря постоянно увеличивающемуся числу перебежчиков из лагеря противников в лагерь приверженцев новой истины, торжество ее все более и более растет, и, наконец, завершается окончательной победой. За примером ходить недалеко. Мы еще не успели очнуться от недавнего весьма назидательного факта признания наукой права гражданства за гипнотизмом. Под именем животного магнетизма или месмеризма в продолжении целого столетия он клеймился позорным именем шарлатанства. Но, наконец, по выражению Аксакова, гордые оплоты научного Игнорабимус прорвались, и наука вынуждена была растворить ему двери и усыновить своего от века законного сына. Так называемые мистические науки подверглись такой же участи. Присажные ученые, а за ними и периодическая пресса, в угоду им и духу времени, пускали в ход все, что передать астротизму ненавистную истину. Но победоносный ход фактов делает таки свое дело, и таинственные явления в области психизма все настойчиво и настойчиво предъявляют свои законные права предлецом официальной науки. И вот среди жрецов ее горделиво игнорировавших все явления названной области, или если удостаивавших их своего внимания, то лишь для того, чтобы презрительно обозвать мистическими бреднями больного ума, с ладом расстроенного воображения. Среди этих жрецов представляется ныне такая картина. Одни из них, между которыми встречаются имена, пользующиеся даже всесветной известностью, с честным ужасом открыто объявили себя сторонниками того, истины, с чего еще так недавно отрицалось ими. Другие политично молчат, третьи же восторженно встречают то, что под другим лишь именем подвергалось ими беспощадному углумлению и гонению. Победоносно возвещают миру о якобы новом открытии. Их случи, например. Между тем, как это новое на самом-то деле давным-давно известно, но лишь приверженцам мистических бредней. И если ныне пресежные ученые открывают Америку второй раз, что причина этому их научный догматизм и научное предубеждение, столь часто к прискорбию тормозившие прогресс человеческих знаний. Да, несмотря на неоднократные исторические уроки, мы вновь присутствуем при весьма поучительном зрелище. Истины, которые подняты на смех, с позором были выпровожены через парадные двери, ныне вводятся через черный ход. Гибнотизм, телепатия, правдивые галлюцинации. Вот имена, которые получают старые явления оккультизма при их научном крещении. Вот имена некоторых ученых, занимающихся изучением фактов мистического характера, например, гибнотизма, сомномбулизма, телепатии и прочее. В Америке профессор химии в Пенсильванском университете и член разных ученых обществ Роберт Герр, профессор национальной академии Мэнс, профессор Гарварского университета Уильям Джемс. В Англии известный химик и физик Крукс, знаменитый натуралист Уоллес, физик Варлей, профессор анатомии и физиологии Мэя, астроном Геркинс, профессор физики Дублинского университета Барретт. В Германии профессор астрономии и физики Лексикского университета Сельнер и коллеги Ивашебнер, Фехнер. В Италии астроном Скиа Парелли. В Швейцарии декан естественного факультета Женевского университета Собатье и многие другие. Наконец у нас в России бывший профессор химии Санкт-Петербургского университета Бутлеров, известный ученый-писатель Аксаков, профессор зоологии Санкт-Петербургского университета Вагнер, профессор Харьковского университета доктор Шилтов, бывший профессор философии Московского университета Юркевич, известный историк Погодин, известный русский математик Остроградской, Строградской, писатель, доктор медицины и хирургии Дальф и многие другие. Мистики, в общем, нищие духом, хотя в их среду и попали такие выдающиеся ученые, как Уолис и Бутлеров. Но оба эти ученые пользуются славой и уважением не потому, что они были мистиками, а благодаря своим чисто научным заслугам. Так говорят. В качестве открывателя новой отрасли учения об электричестве. А между тем открытие это стяжало же ему и то и другое даже в потомстве. На меня нападает, говорил Гальвани, две совершенно противоположные партии, ученые и неучи. И те и другие смеются надо мной, называя меня лягушищем танцевальным учителем. Тем не менее я знаю, что я открыл одну из величайших сил природы. Припомним судьбу и других великих открытий, а также тот прием, который они встречали среди ученых. Разве мемуар Франклина о громоотводе не вызвал в ученом собрании Королевского общества взрыва смеха? Разве ученые Парижской академии наук не отрицали возможности устройства пароходов и паровозов? Не осмеяли ли они знаменитого астронома Араго за его электрический телеграф? Не высказался ли тот же Ариапак ученых против падения метеоров в своем постановлении, гласившем, что «Так как где на небе нет камней, то и падать они оттуда не могут». Не отрицалось ли влияние металлов на организм, который известно теперь в медицине под именем металлоскопии и металлотерапии? Не отвергалось ли и светилам медицины теория кровообращения Гарвея? А общественные примеры Коперника и Галилея удивительно право. Как эти и множество других примеров не образумели противников ненавистного им мистицизма? И не отучили их от опрометчивого суждения о предмете, с которым они в значительном большинстве случаев знакомы лишь понаслышке? Для каждого беспристрастного и непредубежденного ума должно быть ясно, что интерес заключается не в том, что у Олиса Бутлера в качестве поборников оккультизма не пользуются славой и уважением. Ибо обстоятельства это, как мы уже выяснили, в период расцвета многих истин в порядке вещей. А то, что такие выдающиеся ученые, как у Олиса Бутлеров и многие других, как мы видели ранее, попали в среду оккультистов, особенно если принять во внимание чисто положительный характер тех наук, представителями которых они и являются. К этому мы должны предсокупить, что все выдающиеся из русских ученых признавали таинственные явления, которые говорятся в нашей книге, и считали возможным и даже необходимым изучать их. В 1897 году 17 декабря в заседании Русского общества экспериментальной психологии председатель и его заслуженный профессор Н.И. Вагнер дал краткий очерк о трудах общества в течение пятилетнего его существования. В это краткое время, 1896-е годы, общество успело затронуть почти все выдающиеся вопросы психических явлений, и некоторые из них разрешило в положительном смысле, а именно вопрос о монтивизме, в котором общество начало свою деятельность. Было разрешено заседание, в котором было два представителя двух противоположных взглядов. Фельдман, который первый дал название монтивизм, чтение или угадывание мыслей, и Кожухов, доказавший опытами, что он исполняет поставленные ему задачи бессознательно, то есть без участия какого-то ни было умственного движения и догадки. Вопрос о сомнамбулизме и возможности чтения закрытых писем был разрешен утвердительной госпожой Эмой, пользовавшим ее доктором Ховрином. Опытами руководила особая комиссия из Господь членов общества. Вопрос о существовании медиумизма, представляющий такую спорную область, был разрешен также в утвердительном смысле специальной комиссией, выбранной из членов общества. Эта комиссия в числе шести ее членов была свидетельницей излучения из тела медиума светящихся масс, принимавших форму человеческих рук, производивших различные движения, стуки, передвижения, бросания предметов и тому подобное. Световые медиумические явления привели общество к заключению, что с изучения этих явлений должно начаться исследование светонесущих психических явлений. Вследствие этого общество избрало из своей среды комиссию, которая занялась изучением световых, так называемых, одических явлений. И члену этой комиссии Кожухову С.Е. удалось сфотографировать световые истечения из полюсов искусственного магнита. Опыты над электрографией Наркевича и Йотко привели общество к убеждению в необходимости исследовать влияние человека на свечение гейстлеровых трубок. При этом изыскании вице-президент общества Фишер нашел возможность получения световых явлений с одним проводником. Причем это свечение изменялось различным образом, что, по-видимому, зависело от функции и влияния человеческого организма. Пойдем далее. Филарет Митрополит Московский, этот бесспорно гениальный духовный писатель, признавал в человеке способность проникновения в будущее в различной степени. Раз спрошенный Антонием, наместником Троицы Сергиевой Лавры, о зрении беспространства, он отказался рассуждать об этом. О зрении беспространства рассуждать, вероятно, я не умею и не имею свободы разговориться о всем. Но в другой раз вот что пишет наместнику он, весьма, впрочем, секретно. О Петровой мало я вам говорил, потому что вам ее состояние не казалось хорошим, а мне казалось хорошим, хотя и несовершенным. Я не хотел опираться на свое мнение, но я знал о ней немало примечательного. С ней бывало такое состояние, что она видела в духовном мире, сохраняя сознание видимого чувственного мира, и тогда скрывала видимое в духовном мире, но иногда теряла при всем сознание видимого мира, и ее необыкновенное состояние могло быть примечено. Для всего старалась удалять от себя посторонних. Но одна христианская подруга ее имела к ней всегда беспрепятственный вход. Таким образом, однажды вошедшая к ней услышала, что она уговаривает султана не начинать войны с Россией. Это было гораздо ранее посольство князя Меньшикова, когда никто не думал о войне с Турцией, когда за два или за три до кончины покойного императора года за три. Она говорила, что жизнь ее не продолжится, и что врач не без вины будет. О видении преподобного Сергия в Резнице она мне написала записку, сказав, что видела во сне, как обыкновенно выражалось, когда открывала нечто из своих видений. В первое время болезни моей матушки она прислала мне просфору, принесенную за ее здравие, с запиской, в которой сказала, что это последняя из сорока ежедневно приносимых, и что это ей велено было сделать. Мне приметно было, что матушка проходила все время некоторое душевное состояние, которому особенно приличествовала молитвенная помощь, которая потом переменилась на лучшее. Несомненно верное слово, пришедшую слово познают пророка, Иеремия 23.9, но при некоторых признаках и прежней исполнениях оставлять без внимания предостерегующее слово едва либо благоразумно. Если слово предостережения примем как посланное и употребим осторожность, то хотя бы оно оказалось ненужным, и греха и вреда не будет. А если оставим предостережение без внимания, и оно окажется справедливым, будет и вина, и вред. Интересуясь вопросом о предсказаниях, наместник еще раз вызвал Филарета на рассуждение об этом даре. Вот что митрополит отвечал ему. Вы предлагаете мне вопрос, на который отвечать не дело моей малой веры. Есть ли ныне нужда в пророчествах, хотя и частных? И люди великой меры возьмутся ли отвечать на сие? Господь правящий миром ведает, нужно ли ему и ныне сие орудия, которые он употреблял нередко прежде. Пророком он свидетельствует, не сотворит Господь Бог дело, чтобы не открыть наказание своего рабам своим пророкам. Третья глава. Пророк представляет как бы обычным для Господа, чтобы о всяком деле, которое он творит, открывать рабам своим пророкам. Того, чтобы Господь прекратил сие обычаи в Слове Божьем, сколько знаю, не видно. Пророчества особенно назначены были, чтобы указать пришествие Христова. Они исполнились во время земной жизни Христовой, но не прекратились. Мы могли бы спросить, есть ли нужда предсказывать апостолу Павлу, что его свяжут в Иерусалиме, когда он на сие идет, хотя бы его удерживали. Однако Агав предсказал сие. Скажете ли, что сие нужно было для того, чтобы к назиданию явить апостольскую твердость и готовность на страдание за истину? Вот вы и признали, что есть нужда в пророчестве частном. Антоний Вилютий не предсказал ли Афанасию Великому конец, Юлиана, отступника? Феодора Священа не предсказал ли ученикам мрак орианства в церкви, потом обильный свет православия? Где же сему предел? Отец Серафим не предсказал ли многое многим? Если Господь это устрояет, то должно думать, что сие на что-нибудь надобно. Всякому подвязающемуся о своем спасении можно и должно сказать «Нести потреба тайных» в Серафов 3.22. Не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, ощущать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать оно еще опаснее. Но все сие не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайно и обращало сие для своих благих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. Рассудитесь ей и скажите мне лучшее. Конечно, только этим воззрением Филарета, что провидение Божие открывает тайно и обращает в сие для своих благих целей, даже и при несовершенстве орудия. Можно объяснить ту внимательность, какую показал он, судя по письмам к Антонию, и к юродивому Филиппу, позднее Филарету же, и к Ивану Яковлевичу Корейше, о наставлении которого он не решался произнести суда, и к Саулу Золотареву, прося, чтобы Антоний был к нему милостив и споспешивствовал ему в духовном деле, и к Марфе Герасимовне Ходьковской, о которой он думал, что очень может быть, что самоумерчление и ощущение образовали и орган зрения, и лучшие искусственных орудий дальнозрения, и к отцу Петру, о котором Филарет нарочито спрашивал преосвященного Евгения Ярославского. Митрополит Филарет в его отношениях к миру таинственных явлений, помещенную в душеполезном чтении, 83-й год, часть 2-я. И другие русские ученые-писатели не считали недостойным себя заниматься так называемыми мистическими вопросами. Так покойный и известный наш философ в Голубинске заявлял еще в 50-х годах в своей кафедре в Московской Духовной Академии о существенной важности для психологии подобных же исследований, какие ставит себе цели современный оккультизм. Вот что, между прочим, он говорил по этому поводу в одной своей лекции по умозрительному богословию. «Общий закон для всех способностей наших усовершимость, потребность расширяться, возрастать или увеличиваться в силе без конца. А какова жизнь, таково и знание о ней. По мере раскрытия жизни расширяется и самознание. Так из истории психологии видно, что младенствующие народы первоначально имели очень скудные понятия о душевных силах человека. В языке не было слов для выражения и определения многих действий и состояний душевных. По мере же возрастания и выражения жизни через мысли и поступки, через деятельность фантазии в изящных искусствах. Человек раскрывал новые и новые стороны души своей. И если те же, то в новых проявлениях и таким образом время от времени он не более и более познавал себя. Потому и психология с течением времени расширялась. И кто положит пределы ее развитию? За сто, например, лет философа назвали бы басней, что человек в состоянии особенном, но естественном, может видеть отдаленное от него пространство, он предчувствует нечто будущее. Опыты сего рода были и прежде, но философы почему-то не хотели принимать их во внимание, довольствуясь только общеизвестными всем, довольствуясь неоспоримыми проявлениями сил души человеческой. Опыты же последующего времени открыли в ней дальнозрение, предвидение будущего не из света божественного всеведения, а только в особенных состояниях естественных, каких бывает ясновидящие. Так человек более и более узнает самого себя в своих существенных силах. Но можно ли сказать, что для него полное знание себя закончится когда-нибудь, положим, при конце мира, когда все наблюдения над действиями души человеческой будут собраны в одно? Можно ли сказать, чтобы и тогда этой совокупности наблюдений можно было бы измерить и ограничить будущее раскрытие самосознания человеческого? И в самое последнее время известные ученые признают такие явления в области психизма, которые прежде не только отрицались, но даже были предметами глумления многих, считавших их проявлением фокуснищества и шарлатанства. Так журнал Die Über-Sindliche Welt сообщает, что 12 и 16 февраля 1896 года профессор Охарович прочел в Варшаве две публичные лекции перед многочисленным избранным обществом о медиумизме, о его сущности, о его научном значении, о его будущности. Это первый раз, говорит журнал, когда в Варшаве о таком непопулярном предмете произносят речи с кафедры. Профессор Охарович говорит, что медиумизм фактически существует вопреки всяким отрицаниям. Он не находится в противоречии с природой. В заключении господин Охарович развил свою собственную теорию медиумических явлений, которую он объясняет раздвоением организма медиума. То, что выделяется из материального тела, он называет динамическим организмом, по оккультизму астральным. И верит, что при дальнейшем исследовании этого динамического тела по всей вероятности окажется возможным разъяснить многое из того, что остается пока темным в современной психологии. И что наши понятия, в особенности о материи и силе, должны будут подвергнуться большим изменениям. Мы предвидим, что нас упрекнут некоторые за то, что мы поместили немало рассказов о явлениях духов умерших людей. Но мы твердо уверены в том, что допущение этого рода явления отнюдь не стоит в каком-либо противоречии ни с учением Слова Божия, ни с учением святых отцов и учителей церкви, ни с здравым смыслом. Возможность явления умерших признавали согласно со Словом Божиим все наши богословы. Известный православный богослов, епископ Феофан, например, приводит в следующее место из творения святого Василия Великого. Душевная сила двояка, хотя душа одна и та же. Именно же одна, собственно, жизненная сила тела, а другая сила созерцающая, которую называют также разумную. Но душа поелик воссоединена с телом естественно вследствие этого соединения, а непроизвольно сообщает телу жизненную силу. Ибо как солнцу воссиявшему невозможно не освещать то, на что простерло лучи, так невозможно душе не оживлять тело, в котором пребывает. А сила созерцательная приводится в движение по произволению. Место это из творения святого Василия Великого отнимает, говорит преосвященный Феофан, всякий предлог не только к тому, чтобы душу считать телом, но и к тому, чтобы придумать какое-либо посредство для связи души с телом в некой тонкой оболочке души. Ведь душа есть действительная живая сила, хотя и умная, чисто духовная, своей бытовой, так сказать, физической стороной. Она устрояет тело, оживляет его, движет и действует через него, а другой стороной, высшую, в то же время сознает себя, свободно действует, созерцает пренебесное, размышляет о земном и стремится к божественному и вечному. Из этого вводится еще и то заключение, что если душе свойственно сила действует на вещественное, пока она в теле, то нет основания представлять ее не имеющей этой силы, когда она разлучится с телом. И что как ангелам свойственно естественная сила действует на вещественные стихии, так свойственна такая же сила и душам отшедших, и что следовательно, когда отшедшая из всей жизни является, для объяснения этого нет нужды предполагать, что они суть тела. А достаточно убедиться, что душе естественно, свойственно, сила действует на стихии, которые она может привлекать к себе и отревать от себя, когда требуется. Помните мне, что эта мысль пространно изложена у Григория Низского в разговоре о душе и воскресении епискот феофан душа и ангел, что явление умерших живых живым возможно, и бывали, этого не отрицает само божественное откровение. Из священного писания видно, что иудеи не сомневались в возможности явления умерших. У современных спасителей иудеев вера в явлении была всеобщей верою. Иисус Христос предполагал ее уже как несомненную и никогда не говорил ничего такого, из чего бы можно было заключить, что он не одобрял или осуждал эту веру. Апостолы не сомневались в возможности и действительности явлений духов. Увидевшись спасителя, идущего к ним по водам озера геницаретского, они думали сначала, что видят духа Матфея 14, 26. Евангельский богач, находясь в адских мучениях, просит Авраама послать на землю Лазаря, чтобы тот предостерег его братьев от опасности подвергнуться тому ужасному состоянию, какое он сам испытывал. Следовательно, он не сомневался, что души умерших могут возвращаться в мир по воле Божией и являться людям. Во время преображения Иисуса Христа на фаворе явились Моисей и Илья, давно перед тем отошедшие в загробный мир и беседовали со Христом. «По воскресенье спасителям многие умершие восстали и явились в Иерусалиме». Блаженный Августин, говоря о явлении умерших, сознается, что очень трудно найти объяснение для многого, происходящего в нашей душе, как в бодрственном, так и в сонном состоянии. Но тот же Августин признает, что часто умершие являлись живым людям, указывали им местам, где были зарыты их тела без должного погребения и просили для себя такового погребения. При этом он замечает, что часто в храмах, в которых были похоронены умершие, слышен, бывает шум и раздается пение.